Добро пожаловать в наш канал! Ситуации также будем смотреть. Конечно, в идеале нам бы еще разобраться с логистикой в городе, но это чуть попозже. Погнали! Давайте-ка глянем, как у нас тут дела. Тут что-то пробочка какая-то организовалась. Но все решили сюда подвезти просто ресурсы. В целом это даже неплохо. Я так думаю, сюда вот панели завозят, людей завозят. В общем, все нормально. У нас почти построился детский садик, у нас почти построился зал. Это тоже хорошо. Ну, школа в процессе, как вы понимаете, рано или поздно она построится. Давайте перемещаться тогда на нашу промзону и рассмотрим сейчас возможность нашего заработка. Значит, у нас есть с вами три вот таких вот банки, в которых присутствует топливо, в двух из них, и в одной из них присутствует битум. Так как я все-таки не очень, я попрошу вас все-таки это не забывать, я немного неправильно поступил, исходя из того, что мы могли бы с вами, наверное, по-другому их расположить, чтобы было удобно. Но, тем не менее, что сделано, то сделано, и сейчас нам нужно здесь кое-каких макарон наделать. Значит, делать мы будем с вами следующее. Мне понадобится два насоса. Для чего сейчас объясню. Значит, первый насос с выходами тремя, точнее, со входами тремя и с одним выходом будет стоять примерно здесь. С этого насоса мы должны с вами получить следующее. Это объединить, грубо говоря, два вот этих бака, для того, чтобы все-таки это подать каким-то образом на терминал жидких грузов, который где-то здесь примерно будет находиться. И с помощью одной трубы мы уже, соответственно, сюда топливо завезем. Сделаем также второй насос, и с помощью него, проведя трубу чуть сверху, мы с вами накинем битум тоже вот в эту вот хрень, для того, чтобы периодически менять все-таки доставляемый ресурс, если мы поймем, например, что топливо начинает кончаться. Я думаю, что можно начинать. Я сейчас планирую потратить очень много долларов. Мне, конечно же, понадобится сетка, и давайте примерно смотреть, как это все будет выглядеть. Значит, здесь это должно как можно ближе стоять. В принципе, достаточно далеко труба тянется от этого насоса, поэтому можно не париться. Я бы, наверное, поставил как-то вот так. Почему бы и нет? А второй насос, только без соединений, мы поставим, получается, где-то вот здесь, как бы это криво все не выглядело. Можно, в принципе, строить сразу и не париться по этому поводу. Я вообще уверен в том, что я сейчас делаю, но уверен, исходя уже из того, что мы с вами здесь сотворили, что я сотворил. И, соответственно, дальше мне нужно просто теперь подвести вот это вот все, поднять здесь трубу. Я думаю, что можно не парясь довести ее вот докуда-то досюда, здесь протянуть, соответственно, прямо, ну и где-то здесь повернуть. Ну вот какая-то такая конструкция у меня получилась, и это замечательно, что все вышло. Дальше нам предстоит очень долгая стройка. Долгая стройка, потому что нужно провести очень много железной дороги и потратить на это очень много денег. Надеюсь, все-таки это нам деньги обратно принесет. Значит, какие у нас варианты? Вот здесь вот у нас за рублики можно что-то продать. С этой стороны за доллары, так же, как и с этой стороны. Но мы понимаем, что все-таки рубли нам, наверное, сейчас больше нужны, так как за рубли мы можем покупать технику и так далее. Понятно, что за доллары тоже можно, наверное, какую-то технику купить, но ее слишком мало, и поэтому мой выбор пойдет именно на рубли. И проводиться мы будем вон туда, вот скорее всего в Тверь, потому что до Соликамска придется очень много поворотов делать. Здесь больше прямых линий у нас получится. Но это, несмотря на это, все равно будет далеко, и денег на это уйдет, я уверен, уйма. Значит, следующая тема такова. Нам понадобится сейчас история с чем? Блин, а вот я забыл с чем. Давайте посмотрим сейчас с чем. Нам понадобится, получается, как минимум, тяговая станция. И как максимум, это, конечно же, вот эта топливная хрень. Ну, не топливная, а терминал для жидких грузов. То есть давайте проверим, что он здесь подключается, как нам надо. Но в целом, да, он подключается именно так, как нам и нужно. То есть получается, вот у нас вот эти вот штукенции, которые сюда просто-напросто приходят, и нам сюда завозят тот или иной ресурс. Сказано, сделано. Замечательно. Что дальше? Дальше, конечно же, тяговая станция. Я все-таки думаю, и со мной согласились господа в комментариях, что лучше было бы делать поезда на электричестве. Потому что электричество у нас есть, зачем тратить лишнее топливо, если мы можем просто это топливо продать. Это достаточно логичное такое вычисление. Поэтому давайте попробуем так и поступить. Ну, тяговая станция подключается достаточно просто. Она тупо подключается к электричеству. А электричество мы можем с вами взять вот отсюда, потому что здесь мы тянем как раз на продажу за доллары. Я думаю, что такой вариант присутствует. Наверное, я сейчас протяну пока что какой-то один путь. Вот так он у нас пойдет, соответственно, по этой линии. Где-то здесь, наверное, мы тормознем. И получается с вами поставим тогда тяговую станцию. Да, примерно вот так, наверное. Я так надеюсь, что я попаду. Здесь не будет очень криво. Ну, вроде как визуально попадаю, да, тут может быть какой-то угол есть, но он несущественный, поэтому я не буду переживать на эту тему. Ну и все, дальше мы, соответственно, с вами едем. Нам нужно сейчас проложить очень много железнодорожных путей. Я, конечно же, это сделаю, но давайте здесь попробуем разобраться с электричеством. Мы пока что на паузе. Какое-то здесь сносим количество опор и приделываем сюда просто переходник, который нам позволит все это дело подключить, соответственно, к подстанции. Не будем здесь придумывать велосипед. У нас просто получается как-то вот так, например, это не имеет уже значения. Раз мы тут наворотили, значит, будем воротить дальше. Ну и просто-напросто подключаемся. Плюс отсюда, например, можно взять куда-нибудь электричество. А с хрена ли ты сюда не подключаешься, объясни мне. Что у тебя тут такое? Мешает здание? Какое нахрен здание тебе мешает? Что ты несешь? Все, ничего тебе не мешает. Все у тебя нормально. В общем, здесь теперь нужно понять, как я хочу дальше вести. Ну, наверное, я хочу вот эту гору обогнуть, конечно же, потому что какие-то туннели строить и так далее не вариант. Так же, как и не вариант, например, везти вот сюда, продавать за рубли, потому что здесь мосты нужно воротить и так далее. Я пока что не планирую этим заниматься. И я пока не очень понимаю, точнее, не то, что пока. Я вообще не в курсе, как работают эти все гребаные семафоры. Для меня это всегда было темным лесом во всех играх, где присутствует такое сложное проведение маршрутов для поездов. В общем, я надеялся, что я когда-нибудь с этим разберусь. Но мне кажется, все-таки не судьба. Значит, у нас идет путь как-то вот так. Мы уже себе намечаем. Как вы понимаете, ехать поезду достаточно долго. Но я думаю, что в любом случае это все окупится. Рано или поздно, конечно, не очень быстро. Но хоть как-то, я думаю, мы с вами вывезем всю эту телегу. По-моему, я здесь уже перестарался, потому что мне надо было сделать тот путь чуть покороче. Я думаю, что денег уйдет очень много. Я имею в виду доллары, потому что мы здесь тянем и тянем, а конца и края не видно. В общем, тут тоже надо понять, как идти. Я думаю, что мы пойдем как-то вот так, около вот этого озера. И, соответственно, уже придем куда-то вон туда, да? Я думаю, что это отличный вариант. Почему бы нет? Ну, давайте здесь себе наметим ориентир, чтобы было удобнее, в принципе. Блин, ну нет, я уже сюда пошел. То есть, соответственно, я просто хочу, чтобы этот путь был короче. И пытаюсь резать какие-то углы. Наверное, когда-нибудь я научусь все-таки этим всем пользоваться. И у меня будет круто получаться. Но когда это будет, никому не понятно. Поэтому будем сейчас работать с тем, что есть. Но вроде как остается протянуть не так уж и много, да? Я так понимаю. Я правильно тяну? Или где вообще моя железная дорога? О, слушайте, да, по-моему, прямо идеально. Надо только понять, по какой линии мне идти. Ну, в принципе, понятно. Вот по этой линии мне надо идти примерно. Как-то вот так. По 100 тысяч на не очень большой отрезок я трачу. Но все же, пускай лучше доллары улетают, чем рубли. За рубли у нас там и закупка идет некоторых изделий, таких как одежда. Например, или еда с алкоголем. В общем, там, короче, тоже у нас еще тратятся деньги, к сожалению. Но я надеюсь, что хоть сейчас мы какую-то часть все-таки начнем уже с этого получать. Потому что у нас простаивает ресурс. Да и плюс, не производится, я вам так скажу, сейчас по-хорошему у нас дальше ресурсы. Потому что битумное хранилище заполнено. Здесь бензина до хранища. Битума очень много. И, соответственно, сейчас, наверное, в первую очередь нам бы битум вывести для того, чтобы дальше топливо начало набираться вот в эти баки, которые еще не полные. Я надеюсь, что когда-нибудь я закончу это протягивать. Потому что это очень много времени занимает, к сожалению. И здесь, и здесь. Надо еще делать какие-то повороты, получается. Ну, получается, что так, не знаю. Ну, будет некрасиво. Слушайте, ну, я не буду здесь с ума сходить. Не будем просто смотреть на эту часть карты. И глаза болеть у нас, соответственно, тоже не будут. Я могу, конечно, построить еще здание, которое будет прокладывать самостоятельно пути. Но там нужны доски. В принципе, ничего такого из ряда вон выходящего. Но, тем не менее, это будет очень долго. Тем более, для такого маршрута это не вариант. Слушайте, короче, я решил здесь срезать угол немножечко. И вот так вот сделать. Смотрите вот сюда, пожалуйста, внимательно. И лицезрейте, как исчезают деньги со счета. Но я думаю, что не все доллары мы-то потратим, наверное. Да, все-таки еще что-то останется. Я очень надеюсь. Ну, пожалуйста, хоть что-то оставьте нам в копилочке. Так, я вижу, здесь достроилось. Здесь в процессе. Так, электричество есть, да? Я правильно понимаю? Да, электричество есть. Главное, чтобы ребята с заводов нас не подвели. И все-таки приходили туда работать. Но с этим мы будем разбираться еще. Потому что сейчас немножечко есть проблемы все-таки по логистике и автобусам. Там нужно будет, наверное, новые автобусы уже закупать. И ситуацию разруливать. Значит, едем дальше. Нам, соответственно, сейчас с вами понадобится паровоз. Ну, точнее, не паровоз, а поезд полноценный. Из-за которой будет кататься на электричестве. И я думаю, что депошку я бы воткнул, знаете, где. Вот здесь я, в принципе, не могу себе позволить, наверное, этого сделать. Да? Потому что у меня здесь должны пойти какие-то... Какие-то трубы. Потому что вот сюда я планирую еще подводить топливо. Точнее, нефть. Чтобы здесь ее было больше. Здесь было много народу. И мы все вот это вот дело нормально продавали. Короче, ладно. Это потом. Сейчас мы едем, значит, сюда. И покупаем с вами железнодорожное депо. Я думаю, что я его откину куда-нибудь вот сюда подальше. Я не буду стесняться в этом плане. Потому что мне оно близко как бы не очень надо. Ну и если надо будет куда-то еще поезда подвезти, мы попробуем что-нибудь придумать. Но ничего не обещаю. Как вы понимаете, наворочено уже много всего. И переделывать какие-то серьезные части производства, например, уже не вариант. Значит, здесь у нас поезд выезжает. Мы стратим пока что доллары. Ничего страшного. Такое случается. Сетку можно вырубить, чтобы хоть что-то видеть. Что теперь нам надо сделать? Нам теперь нужно выбрать просто-напросто поезд. И просто-напросто выбрать маршрут. Но надо, чтобы достроилось депо. Слушай, а ты, кстати, будешь без электричества работать? А тебе пофигу совершенно. Наверное, ты просто нам поезда закупаешь и все. Значит, выбираем, наверное, за рубли. Ну, за доллары есть, например, цементовоз, если желаете. Но пока что нам нужно что-нибудь за рубли. Значит, смотрим, что у нас есть. Нам нужен с вами как минимум электровоз. И у нас есть четыре варианта. Значит, вождь, Эдуард, вождь и вождь. По-моему, один из этих вождей был новинкой в какой-то момент. Нам об этом сообщили, что он появился. И давайте сравнивать. Порожний вес 192 тонны. Соответственно, здесь 137, 120 и 184. Но я думаю, что мы возьмем вот этот. Соответственно, здесь у нас с вами есть также грузовой вагон, который весит 25. То есть, грубо говоря, четыре таких вагона – это соточка. Если у нас здесь с вами 192, то мы можем взять, получается, 7 вагонов для того, чтобы этот поезд нормально все это вывозил. Значит, по деньгам 203 тысячи. И, соответственно, грузовой вагон по 18-184. Еще раз, нам нужно 7 вагонов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Да? Я правильно же посчитал? Ну, получается, что так. Получается, что так. И, соответственно, мы говорим этому господину, что, дружище, ты должен брать вот здесь на паузе, я это сделаю, чтобы он никуда не ехал, ждать загрузку обязательно, ждать загрузку битума. И, соответственно, выгружаешь ты это все вот на эту гребаную границу. Да? Давайте смотреть. Нажимаем вот сюда. Здесь говорим ждать выгрузку на всякий случай. Мы говорим, что ты выгружаешь битум. Ну, я так понимаю, что все, да, наверное? Я надеюсь, что для одного поезда мне не нужно делать никаких семафоров, потому что я вообще не врубаюсь, что с этим надо делать. Снимем с паузы, возьмем паровоз и, скажем ему, точнее, локомотив и, скажем ему, дружище, поехали. Ну, слушайте, вот такая вот зелененькая электричка, можно так ее назвать, наверное. Давайте за ней немножечко посмотрим. Значит, еще раз проверяем, на самом деле, настройки загружать, ждать загрузку битум, выгружать, ждать выгрузку битум. Все правильно вроде, я не знаю, сколько мы с этого получим, но мы узнаем сейчас, когда вот эта вот штука начнет наполняться. Здесь нам покажут количество денег тех или иных, которые мы получаем с того количества груза, которые имеем на этом поезде. Слушайте, мне почему-то кажется, что можно было больше, нет? 192 тонны. Блин, ну-ка давайте-ка проверим еще. У меня есть сомнения определенные по этому поводу. Значит, получается, если электровоз везет 192, это мы поняли, то цистерна весит 25. Ну, вообще, вроде все правильно. Надо было вообще цены на рынке еще глянуть, но вот мы видим, сколько денег сейчас мы с этого получаем. Понятно, что долларов чуть больше, но давайте будем честны. За доллары, например, если что-то строить, то и стоит это дороже, поэтому о чем мы здесь вообще разговариваем, какая разница? Единственное, что вот за доллары мы можем с вами закупать, например, что-то из техники, а точнее за рубли, а за доллары почти нет. Так что можно совершенно не переживать. Значит, смотрим. А 149, точнее 249 стоит битум, а топливо стоит 151. Поэтому битум тема вообще, я вам скажу, нормальная. Это мы, так получается, сейчас соточку с одного поезда с вами выгребем, я так понимаю, да? И что здесь у нас? Здесь у нас началось какое-то производство, битум начинает уходить, и это меня уже радует. Но спешу вам сообщить, что получилось на 103 тысячи рублей, и наш первый поезд поехал. Я этому, на самом деле, очень рад. Я думал, что я где-нибудь опять накосячу, и что-нибудь опять у меня не получится. Но вроде все получилось, вот он, пожалуйста, зеленый, катает нам битум, будет какое-то время еще катать. Странно, что-то не загрузил еще какие-то 5 тонн, ну да ладно, там чисто на чай осталось. Это не такая большая проблема. Если честно, у меня есть подозрение, что все-таки такой локомотив как-то побольше должен вагонов катать. У нас в любом случае есть возможность загнать его просто в депо и что-то ему еще приделать. Это не проблема, поэтому я уже по этому поводу париться не буду. Как вы понимаете, если он везет сейчас 103 тысячи, то, грубо говоря, за три поездки он окупается. Ну, конечно, не окупается вся железная дорога, но хотя бы уж поезд мы окупим. Слушайте, ну, паровозики вообще классная тема. Знаете, что я тут обнаружил? Что пока мы едем, цена немножко упала, например, в долларах, и стало вместо 118-116. Но все равно нормально, нормально. Я хочу посмотреть сейчас, как мы доедем, и получим с вами первое бабло. Быстренько еще раз проверяем. Выгружать, выгрузка, ждать выгрузку, битум. Все, то есть здесь все должно сработать, я правильно понимаю? Выгружать на Тверь большая таможня. Все, вот он подъезжает, и давайте смотреть на рублики, как нам сейчас 100 тысяч-то упадет. Я же правильно понимаю? Так, и вот они, денежки, пошли, как вы поняли. Все нормально в этом плане, мы ждем выгрузку максимально полную. Нас интересует только такой вариант. И слушайте, блин, как-то не очень удобно сделано. Можно было бы сделать, чтобы вот здесь видно было все-таки, правильно ли я все посчитал, или может быть я чего-то не понимаю, и на самом деле можно больше возить вагончиков. Но, тем не менее, мы получили свою первую прибыль с битума, и это меня уже радует. Но теперь, соответственно, есть следующая проблема. Рано или поздно битум закончится, как мы понимаем, и нужно будет переключаться на что-то другое. Но здесь еще скататься нормально, можно будет, я думаю, что здесь еще что-то присутствует, вон 250 тонн, поэтому все хорошо. Значит, соответственно, чтобы у нас работало все вот это эффективно, нам нужно сделать таким образом, чтобы здесь работало много людей, и это много людей имело при себе много сырья, которое мы, соответственно, будем перерабатывать. Что мы можем для этого сделать? Как я и говорил ранее, мы можем потратиться еще на дополнительные нефтедобывающие вышки. Надо только вспомнить, где у нас была нефть. Если честно, я не помню совершенно, где это находилось. И вот такое более-менее адекватное месторождение, оно находится где-то вот здесь, да? То есть, смотрите, раз, два, да, то есть парочку вышек я сюда воткну. Это же ты, но это вообще-то ты. Но такое, знаете, мне не нравится, что рандомная карта разбрасывает очень много маленьких месторождений, а не делают где-то, ну, чуть меньше, но побольше, да? Мне кажется, это было бы прикольно. Ну, в общем, здесь я какое-то количество вышек размещу. Я не думаю, что оно сильно больше того, что мы вот здесь уже имеем. Но хотя пятно на карте выглядит больше. То есть, если так по-честному, может быть, они будут просто больше вырабатывать. Не знаю, короче, как это работает, но по-хорошему, чтобы туда дотянуться, нам нужно много труб и несколько насосов, которые, соответственно, это все дело туда накачают. Надо будет за поездом следить, чтобы он все делал как надо. Значит, смотрим, 420 тонн, но битум уходит, конечно, само собой, а куда же без этого? Надо будет следить, чтобы битум не закончился, потому что, если мы останемся без асфальта, будет очень грустно. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Я, во-первых, загляну сейчас в совхоз и посмотрю, как у нас тут дела, прогресс урожая. Мне, кстати, сказали, что один совхоз что-то там больше 10 больших полей может спокойно обрабатывать, и совершенно можно не париться. Но я пока не буду рисковать, можно я посмотрю, я верю, ни в коем случае не сомневаюсь, но, тем не менее, вот то, что вы уже сделали, будем смотреть, как работает. Также нам нужно с вами производить химикаты, что очень важно, потому что нужно для всего. Что я хотел сделать? Мне также сказали в комментариях одну интересную вещицу. Значит, нам нужно на вот этих вот грузовичках, которые ездят у нас до станций заправочных, сделать следующее. Нам нужно вот здесь ждать выгрузку, чтобы ребята зря не ездили. Это охренительная тема, спасибо огромное за этот комментарий. Я сейчас так и сделаю, то есть они ездят, тратят бензин, они будут там стоять и просто этот бензин выливать, пока он полностью у них не иссякнет в запасе. На маршруте есть несохраненные изменения. Что у тебя за несохраненные изменения? Давай их сохраним. Так, погоди-ка, а как это так получилось, что у меня здесь две машинки? Я что-то пропустил? Ну, слушайте, я одну, наверное, продал бы, да, получается? Зачем мне здесь две? Не, ребят, одной мне сверху хватает. Давай мы тогда выгружать, ждать выгрузку. Ну, понятно, что бензин, а может быть и непонятно, кстати. Ну, да ладно, теперь точно понятно. Так, и мне осталось то же самое провернуть еще на трех штуках. Ну, вот какая-то такая история, вроде я все сделал, все хотел, на всех маршрутах. Поезд поехал, да, или еще не поехал, еще загружается. Вот только сейчас поехал, ну, еще соточку везет, как вы понимаете, это замечательно. Надо что-то с этим будет решать, конечно же, потому что вот вам нефть. Ну, она потихоньку поступает в любом случае отсюда, но здесь ее не так уж и много. Плохо, что такие месторождения мне не очень нравятся. Придется вот на это тратить дополнительные деньги. То есть, если это строить за ресурсы, вы прикиньте, сколько ехать? Сколько это стоит без денег? Это стоит фигню на самом деле, вообще полную. То есть, если это делать за ресурсы, ну, это чушь собачья. Это мы сделаем очень быстро. Но вопрос в том, что сюда надо доехать. Делать ли таким образом или нет? Если мы делаем это за доллары, давай посмотрим. Если за доллары, то это 10 тысяч, как бы, на секундочку. А для нас уже в долларах, как вы понимаете, это немаленькая сумма. Ну, а если, например, делать за ресурсы вот эту вот историю, где она тут была, а мне она нужна, то это, как бы, на секундочку еще 15. А сделать таких придется, как минимум, наверное, штуки 2, а может быть и 3, потому что расстояние достаточно большое. И каким лучшим образом это сделать, я пока не понимаю. Но есть, конечно, вариант привезти сюда, подвезти поезд, отвозить туда, сделать там выгрузку и все такое. Но, блин, ребята, это жестко. Я пока что не готов к таким сложным маршрутам, потому что здесь придется, во-первых, что-то решать с выгрузкой. То есть, в принципе, здесь нужно будет делать еще одну станцию, как-то пересекать и эту дорогу, получается, выгружать куда-то сюда. В общем, это все достаточно сложно. Но это пока что такой единственный стабильный источник дохода, как вы понимаете. Топливо, к сожалению, стоит не очень много, да и производительность, на самом деле, сейчас не очень. Так-то по битуму мы бы, наверное, нормально разрулились. Да нет, набирается он быстренько. А прикиньте, если бы полная была бы, да? И если бы вот здесь банка полная была, вообще бы хреначила как надо. Значит, я сейчас хочу сделать следующее. Давайте поступим именно так. Я загляну сейчас в различные проотрасли. Нет, ни хрена, я загляну сейчас в моды. И мы посмотрим, что необходимо для того, чтобы делать ткань. Где она тут была-то? А, слушайте, а у меня нет мода на ткань. Поэтому мы, к сожалению, едем вот сюда. И мы берем обычную ванильную. Ничего страшного в этом нету, я думаю. Швейный завод. Нет, нам нужен завод ткани. Соответственно, урожай, химикаты и электричество. Как вы понимаете, урожай здесь. Химикаты будем подвозить на машинках. Я не вижу смысла как-то по-другому это делать. Химикаты очень много где нужны. И я не думаю, что стоит делать какие-то маршруты. Например, с поездами, да, и так далее. Потому что... Ну, мы будем просто разводить нужное количество. И причем, если посмотреть, химикаты везде нужны в очень маленькой дозе. И по-хорошему, я надеюсь, что того производства, которое мы организуем, должно хватить. Конечно же, никаких долларов. Здесь только ресурсы. Все необходимые ресурсы у нас для этого производятся. Поэтому я пока что заложу эту историю. Пускай будет. А чем мне техника грустит? Не подскажете мне? Ну-ка, покажи мне, что вы делаете вообще на данный момент. Незаконченное заводское соединение. Липит завод ткани. Да, все правильно получается. Да, все верно. То есть мы там уже все достроили, вы хотите сказать? Да вы красавцы, получается. Слушайте, реально все построили. Смотрите. Охренительно. У нас появился новый квартал. Только единственное, что в этом новом квартале у меня вопрос. Куда вы доходитесь-то вообще? Ну, кстати, доходят нормально. Вот там вот магазины какие-то есть. Да, здесь что-то есть. Надо вот этих господ выселять и здесь все переделывать. Хреновой матери. Как раз у меня здесь труба вот эта поднята. И, соответственно, я могу здесь уже прокладывать асфальт. Ну, я могу тогда не сносить. Хотя я бы, наверное, подснес, чтобы поровнее бы сделать. Да, в принципе, и так угол нормальный. Можно особо по этому поводу не париться. Здесь я ничего не сделаю. По поводу парковок я, кстати, вот здесь забыл. Это мой косяк. Но до парковок здесь, знаете, как еще до одного места. Поэтому я, наверное, торопиться в этом плане не буду. Сейчас я, как минимум, ребятам скажу, чтобы они мне вот здесь немножечко дороги улучшили. Потому что мне это надо. Смотрите, новая техника какая-то разблокирована. Давайте смотреть. Что это такое? Это грузовичок крытый, судя по всему. Посмотреть мы его можем вот здесь. И что это такое вообще из себя представляешь? Крытый грузовик. Вот он, LB-50. То есть он возит... А что так мало? А, не, погоди. Вот. Вот этот вот. Он возит у нас химикатов 2,7. Ну, а вот этот, например, 3,9. Так этот лучше все равно получается по вместимости. Ну, понятно, этот и меньше стоит. Но, кстати, по скорости он больше. Видите? 80 км в час. Но при этом вот этот 62, хотя везет там по 4 тонны химикатов. А вот этот везет 3. В целом прикольно, что быстрее. Может быть это даже и хорошо. Не знаю на самом деле. Но, тем не менее, пока что мне эти грузовики не нужны. Что у нас тут с топливом? Значит, здесь еще есть место. Битум есть. Но он битум как исчезает. Видите? Быстро. Вот так вот. Поэтому второй пояс нам, наверное, пока точно не нужен. Но хоть какие-то бабки. Мы там сейчас к 3 миллионам приблизимся. Это уже меня радует. Это значит, что все нормально. Конечно, в идеале еще, наверное, алкогольное производство завести. Алкоголь, по-моему, вообще изи делается. Да? Если я правильно понимаю. То есть, в принципе, он делается так. А где у нас алкоголь? Различные отрасли. Наверное, еда и фермерство, скорее всего. Вот он, ликероводочный завод. Вот такой маленький. Блин, знаете у меня какая идея появилась? Может быть, надо будет вот здесь его приделать? А? Как вам такая штука? Смотрите. То есть, мы с вами здесь делаем очень много еды. Вот в этих вот элеваторах. Соответственно, дальше здесь у нас будет погрузчик, который будет это все дело возить. Интересный расклад. То есть, смотрите, как делаем. Мы делаем вот такое вот еще одно соединение. Не знаю, насколько вон туда оно нужно. Я думаю, что оно не нужно. Мы здесь потом просто проведем. Здесь соединяемся с ликероводочным заводом. Здесь где-то подсоединяем штукенцию с погрузчиками, которая это все развозит. И, соответственно, алкоголь начинаем производить. Слушайте, интересная история, наверное, да? Я, пожалуй, с вашего позволения начну строить это здание прямо тут, потому что на него, опять же, все ресурсы у нас имеются. Но вот единственное, что здесь не имеется, это остановка с людьми, кстати. И об этом надо подумать. Потому что у меня вот здесь вот люди, и у меня вот здесь будут люди. То есть, все-таки идея не очень хорошая. Я имею в виду, что нам каким-то образом надо провести дорогу, чтобы можно было вот этих ребят сюда закидывать. Вот этих ребят. И что еще? И чтобы у нас было заводское соединение, а при этом... Ой, как сложно-то получается. Блин, еще что-то открыли. Ну-ка, погодите, мне надо посмотреть. А что это такое? Это автобус или что это? Я не очень понимаю. Давайте глянем, я сейчас немножечко отвлекусь. Мне там надо будет подумать, как это удобнее будет сделать в той ситуации, которую я уже создал. О, нет, слушайте, это не похоже было на автобус. Что-то я не понял. А где? Где новая вот эта штукенция? Может, за баксы? Да нет, за баксы ничего нету. Странно, наверное, это получается поезд, да? А там написано вообще хоть что-то по этому поводу? Дайте-ка я посмотрю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, ребята, что у вас такое происходит? Что у тебя случилось? Показать. Ну, и чего? Так едь. Дядька, ты что, свихнулся, что ли? Нахрен вы тут встали? Вы мне все, все движение перегородили, и меня это не устраивает. Давайте попробуем принудительно их отправить в депо, если у меня получится. Ну, давайте вот это депо им выдадим хотя бы, потому что вы что тут сотворили-то? А что вам не проехать-то никуда? Давайте едьте, я вам сказал, быстро. Блин, потому что они взяли и, походу, подключились не к той дороге, к которой надо было изначально. Я имею в виду строительная контора. Вот здесь мне, в принципе, дорога-то не нужна. Давайте ее удалим, может они одуплятся. Ребят, ну скажите мне, что вы придете в себя, потому что, ну что за фигня-то? А вот этот не одуплился. Ну и куда ты хочешь везти? Незаконченная дорога. Ну, покажи, какая. Вот это. Ну, так и в чем проблема? Давай фигач. Воу-воу-воу, полегче, полегче. Короче, дружище, извини, ты что-то фигней страдаешь какой-то. Надеюсь, что вот эти сейчас не заболеют такой же болезнью. Ну, что-то там с маршрутами случилось. Видно, дорога, внутренняя ее часть. Это, кстати, из-за того, что вот эти перекрестки гребаные. Из-за того, что он решил, что надо строить сначала внутреннюю часть каким-то образом, он затупил, здесь создал мне пробку. Вот видите, вроде казалось бы, да, такая фигня вот эти перекрестки-то делать, а на самом деле нет. Так, слушай, поезд, ну-ка погоди. Что ты делаешь? Ты загружаешь битум, сколько у меня битума-то осталось? Может, пока что топливо подслить? Давайте мы, наверное, здесь укажем, что ты будешь загружать топливо без битума. И здесь, соответственно, это топливо выгружать. Потому что, ну что-то мы не готовы, наверное, да, сейчас к этому. А так можно вообще было? Ну, я не знаю. Давайте посмотрим. Что-то ничего не происходит. Загружать. Так, топливо. Что случилось у тебя, дружище? Ну-ка, давай, соберись. Нет, слушайте, так нельзя. Уже начал топливо заливать, поэтому пока что надо выгрузить топливо. О, точнее, битум. А потом уже, когда он сюда будет подъезжать, поймать момент и, соответственно, сказать ему, что, друг мой любезный, давай-ка немножко другой ресурс катать. Вот, но тем не менее, у нас уже 2 миллиона 700. Ну, хоть какие-то бабки. И нам все-таки надо вернуться вот сюда. Здесь все у нас? Нет, смотрите, видите, какая сволочь? Все равно какая-то проблема, и я не знаю, как ее решить. То есть, походу, мне сейчас придется здесь ждать того момента, когда они достроят первую часть вот этой дороги. И тогда, наверное, куда-то поедут дальше. Не, они издеваются. Это забейте просто. Вот, смотрите на эту сволочь. Выгружать что-нибудь? Слушайте, трамвай еще какой-то, что ли, подвезли или что это такое? Ну, чего вы будете делать-то вообще с этим? Как вы собираетесь решить сложившуюся проблему? Нахрена вы сначала подключились вот к этой вот дороге? Я не понимаю. Слушайте, идите в задницу. Вот я вам скажу, как есть, короче. Я не буду сейчас это разруливать, потому что пускай там достроят сначала одну часть, потом они найдут, куда им ехать, и достроят вторую. Я сейчас машины удалять, там что-то делать не хочу совершенно. Дайте мне подумать насчет этого. Значит, у нас цель какова? Давайте скорость поставим хоть какую-нибудь. Надо поезд еще не пропустить. Вот какова цель. Значит, нам нужно сделать следующее. Нам нужно сюда привозить людей, но вот здесь будет еще одно заводское соединение, получается, да? Подожди. Ну да, все правильно, потому что здесь мы будем производить с вами, соответственно, из ткани одежду. То есть можно, в принципе, наверное, наметиться. Ну-ка покажи-ка мне, а я могу наметиться? У меня, по-моему, в модах что-то было. Так, одежда, вот она. Стоит это по ресурсам ровно столько, сколько у нас есть. Ни хрена себе завод. Слушайте, а нахрен мне такой завод большой? Надо ли мне столько сейчас? Мне кажется, что не надо. Давайте посмотрим все-таки на вот этот швейный завод. Ну вот он такой аккуратненький и, в принципе, нормально. Здесь можно много вариантов выбрать для кручения, верчения. Я думаю, что вот этот вариант нам подойдет. Блин, и как я буду сюда людей подводить? По-дебильному сделаны вот эти выходы. Вообще, по-дебильному, мне кажется. Хотя, хотя, в принципе, может быть, не все так плохо. То есть, по-хорошему, я соединяю вот здесь. Давай чуть-чуть крутанем вот так вот, да? Блин, нет, дайте мне сетку, а то я хочу, чтобы более-менее ровно было. Если что, поля я еще здесь поставлю. Можно насчет этого не переживать, и я даже не собираюсь это делать. Я имею в виду, переживать, конечно же, поля я буду ставить дальше. Наверное, следующей зимой. Значит, соответственно, вот сюда я вот это строю. Дальше у нас пойдет здесь пока что гравийка, точнее, грунтовка, которая бахается вот здесь. Здесь, наверное, она идет просто тупо прямо, чтобы здесь сделать прямой Т-образный перекресток. А вот здесь надо будет остановиться и подумать. Можно, на самом деле, так с ума не сходить, потому что мне бы еще в складик какой-то это все дело... Я что, здание снес? Блин, да, прикиньте, нажал кнопку случайно. Бывает. Я еще подумал о том, что мне одежду куда-то надо складировать. Да, получается. И это, получается, где-то должно быть где-то здесь. Хотя я могу дорогу отсюда подвести. Хорошо, давайте сделаем по-другому тогда. Сейчас я вам расскажу. Если мы говорим про склад, то это склад формата, по-моему, вот такого будет. Да, сколько здесь? Здесь 325 тонн одежды. Неплохо сыграно. И он будет где-то, например, вот здесь у нас. Да, как вам такой вариант? Отсюда мы будем уже забирать готовую. Либо можно на поезд даже вывозить, если уж такое желание имеется. Я не знаю, буду ли я развозить одежду по своим каким-то предприятиям. Я имею в виду по магазинам. Вообще, в принципе, идея хорошая. На это бабки не тратить. Но либо просто продавать и окупать, так сказать, всю эту историю. Короче, ладно, давайте пока делаем вот так проект. Да, здесь дороги в любом случае не подключены. Здесь по ресурсам у нас все производится. И теперь с ликероводочным заводом. Нам ликероводочный завод нужен вот от этой вот штуки в любом случае. Но здесь нужен еще переходник, так сказать. Переходником у нас, конечно же, будет являться вот это вот заводское соединение. Вот в таком формате. Нет, туда мне не надо. Чего вы мне тут рассказываете? Давайте сделаем чуть подальше и здесь примерно поровнее. То есть вот так. Дальше мы прокладываем заводское соединение. И дальше мы, соответственно, должны сказать, что строить это за ресурсы. Ибо денег я на это тратить не хочу. Последний штрих, получается, это установка ликероводочного завода. Который, черт возьми, должен быть у нас вот здесь. Блин, видите, здесь склад не получится. Этот же использовать придется делать то ли другой, то ли еще что-то придумывать. Но в целом, мне кажется, нормально. Не очень хорошо, конечно. Не идеально, но нормально. То есть я делаю вот так. Получается, если мне надо, все-таки будет сюда погрузчики подключить, я подключу. И склад я еще один тоже построю. В общем, мы здесь сейчас основательно с вами начнем закладывать это все. Дорога нужна будет с этой стороны, потому что у меня она именно там пойдет. Можно вообще вот так вот сделать склад, неважно совершенно. Ну, либо напрямую подключиться, что было бы, в принципе, удобнее. Ну, а теперь с дорогой осталось разобраться. Что-то у меня тут какая-то кривая совсем дорога. Почему так получилось? Это не дело. Давайте немножечко снесем. Она бесплатная все равно. Значит, здесь мы едем как-то вот так. Тихо, спокойно. Здесь мы едем так. Здесь мы едем вот здесь. Здесь мы едем вот здесь. И тут мы заворачиваем, как вы понимаете. Для этого, для вот этого свободного поля, пока местное, ну, не придумал здание, нам нужно помнить, что сюда должны подъезжать машинки, к сожалению, по кривой дороге. И нам нужно сейчас понять, где у нас будет автобусная остановка, потому что люди здесь понадобятся. Я думаю, что она будет где-то прямо вот здесь. Но я не знаю, делать ли какой-то разворот для автобусов. В принципе, как вариант, да? Так, еще раз. Швейная. Подвозим ресурсы, не хватающие на машинках. А вот эта вот штука. В принципе, кстати, можно было бы вот этот склад сюда присоединить, подвозить. Не, это перебор уже. Давайте я не буду тут придумывать велосипед. Значит, делаем, короче, как-то вот так. Или даже как-то вот так, чтобы не париться. А я думаю, что автобусы развернутся прям супер-огромного сообщения. Может быть, здесь и не будет. А может быть, и будет. Посмотрим. Ну и остается с тротуарами разобраться. Да, ведь остается. А что такое? Почему ты здесь не прокладываешься? Слушайте, а вот это меня пугает. Фу, нет, я просто не то нажал. Я уже думал, что сейчас все переделывать. Но все на самом деле не так плохо. Так, как здесь-то сделать нормально? Здесь вообще адекватно не сделаешь. Потому что здесь такое количество места получилось у нас, что прям дичь. Ну, давай попробуем как-то вот так. Насколько это адекватно, судите сами, конечно. Но хоть каким-то образом мы подключимся. Неидеальное производство, скорее всего. Да не скорее всего, а точно. Но, по крайней мере, оно у меня вот такое. Значит, здесь тоже у нас дорога идет в этом направлении. Сюда подсоединяемся. Строим за ресурсы. Ну, ребятки, здесь как-то разбирайтесь, что вам будет удобнее строить в первую очередь. По тротуару мы, соответственно, подъедем к этим зданиям. Вот к этому зданию здесь дороги есть. Вот здесь дороги нет. Надо ли вам здесь сейчас делать дорогу? Ну, давай, наверное, сделаем, чтобы они фигню не страдали. Слушайте, ну, не знаю. Мне кажется, неплохо получилось. Не идеально, как всегда, но неплохо. Нормально. Надо только проверить, что для всего ресурсы есть. Да, вроде никаких электродеталей. Никакой вот этой всей фигни. Электричество, скорее всего, не дотягивается. Ну, пока мы и не поймем. Ладно, если что, подтянем. Тут есть откуда взяться. Не проблема совершенно. Ну, что, у нас поля потихонечку зреют. Может быть, даже в этой серии мы успеем собрать с вами урожай. Я забыл про электричку, да? Хотя нет, почему я забыл? Я же на паузе был, получается. Сейчас нам нужно посмотреть, где она вообще находится. Ее здесь нету. А, вот она только едет в ту сторону, поэтому сейчас мы ее переключим. Не, ребят, ну это, блин, это какая-то дичь. Это какая-то дичь вообще. Посмотрите на это. Почему так происходит? А и как отменить-то маршрут? Можно как-то сказать, что тебе не надо сюда ехать? Строить это за рубли? Ну, я не хочу. А какой смысл? Здесь что-то никто ничего не делает. Укладка асфальта, необходимые ресурсы. Асфальт не везут, потому что все машины стоят в этой гребаной очереди. Короче, слушайте, решено. Я сейчас проложу вот эту дорогу за ресурсы. Блин, нихрена себе это стоит. За бабки. Ну, давайте я потрачусь, потому что они что-то знатно затупили, и мне это очень не нравится. Людей, конечно же, сюда никто не подвозил из-за этих затупков. Но вот сейчас люди пошли, и это уже хорошо. Так, электричка. Я вижу, что ты денег нам привезла. Давай-ка мы теперь немножечко попродаем топливо, потому что топливо в двух баках находится. И, как ты понимаешь, это не очень хорошо. Ну-ка, пауза. Загружаем вот это, вот это не берем. Выгружаем вот это, вот это не выгружаем. Поехали. Ну-ка, что у нас тут по бензину получается? Ну, по бензину... Уже ни о чем, если честно. Ну и что вы думаете? Строить это за ресурсы? Прикиньте, да, где? Это вот здесь. Это же охренеть. Ну, вот отсюда дорогу можно подогнать. Хоть что-то построить за ресурсы, да? То есть, ну, я не буду паузу ставить, наверное. То есть, получается... Еще раз. Сколько это стоит в рублях? 7200 на 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов, скорее всего, где-то раза 3-4 здесь понадобится. Я не вижу какого-то еще более адекватного месторождения по нефти. Но вот сами смотрите и судите. Самое большое пятно вот это и еще пятно, которое за ним. То есть, в принципе, я могу попробовать вот эту всю нефть здесь сгонять. Ну, то есть, имеется в виду вот с этого месторождения и вот с этого. Все сгонять в один бак или в два. И уже из этого бака туда направлять. Неудобные, конечно, месторождения максимально. То есть, вот здесь два хотя бы рядом, да, например. Ну, как-то так получается. Я вот еще сейчас над каким-то месторождением. Ну, надо больше. Надо больше бензина. Точнее, нефти. И тогда мы уже точно будем уверены, что нам нужно подвозить вот этих людей и хоть на этом бабки зарабатывать. Нахрен мы вообще вот эту дорогу строим, ребят? Я не знаю. Это случайно получилось? Не делайте вот этого. Все. Не надо. Вот эту часть мы удаляем. Мне не нужна дорога к этому дому. Зачем она мне нужна? Здесь вот тротуары есть, они пройдут. Здесь я тротуар проложу, деревья посажу. Здесь все нормально будет, фигню не страдайте. Так, а здесь я не мог никак по-другому сделать. Здесь все как есть. Хорошо. Ну, короче, надо будет уже думать про дальнейшее развитие этого города. То есть, нам нужно будет, наверное, прокладывать какие-то асфальтовые дороги. Вообще, у меня есть огромное желание еще вот здесь асфальтовую дорогу проложить. Знаете что? Я теперь не буду так больше делать. Я буду прокладывать до перекрестка. И когда вот здесь сделают... Хотя вот здесь, наверное, не будет проблемой. То есть, там было три части, и одна из этих частей была посередине. А здесь... Ну, здесь тоже было бы три части. Блин, я взял за деньги, построил. Вот я кретин, конечно. Ну уж извините, такое тоже бывает. Мискликнул. Хорошо, здесь у нас теперь асфальт есть. Значит, должен где-то и здесь тоже появиться. Ну, вот, например, давайте вот это вот достроим, как минимум. Ну и как максимум надо строить что-то еще и сюда. Хотя к этой остановке, в принципе, нам не очень надо. А вот здесь прокладывается опять по-ублюдски. Что по битуму скажете? Ну, вот видите, сколько битума мы продали. Ты топливо уже забрал, что ли? Ни хрена ты шустрый. А ты где вообще находишься? Ты уже там, что ли? Вон там фигач. Ну-ка, хочу жамкнуть, посмотреть, сколько денег ты нам принесешь за топливо. Загрузился нулем. А, нет, все, все нормально. Вот сюда надо смотреть. Ну, не очень. Вообще не очень. Битум в этом плане, конечно, выигрывает. То есть, как ни крути. Но мы столько битума, к сожалению, не производим. Это очень печально. И надо как-то начать его производить. Я, наверное, в следующей серии уже займусь всей вот этой историей. Буду строить за бабки, потому что, ну, мы очень много времени потратим. Конечно, можно заложиться сейчас и попробовать это достроить. Но напоминаю, что у нас еще вот здесь огромная стройка. Поэтому, наверное, все-таки отстроить всю эту историю по нефти за бабки было бы правильнее. Я, кстати, Нессель же продал, да, получается, когда вот эта всяк случилась фигня с дорогой. Надо ли мне сейчас еще закупить? Не знаю. Нессели здесь сейчас нет. То есть, если я такой прям райончик начну отстраивать, надо еще машинки будет, да? А у меня здесь, кстати, появились же новые самосвалы. Вот эти. Ну, блин, двадцатка все-таки, ребятки. Ну, вон, денежка пришла, да? То есть, нам сейчас пришло денежки на три грузовика. Давайте я три грузовика возьму с вашего позволения. Все-таки таких более вместительных. Они нам помогут, наверное, пошустрее все это перевозить. Надо будет с маршрутами разбираться. Короче, наверное, на следующую серию себе цель поставим. Это разбор маршрутов автобусов. Проверка, что все работает. Может быть, где-то новое подключение. То есть, у меня сейчас ребята зачем-то вот сюда вот ходят. В принципе. А нет, кстати, не ходят. Ничего не подключено. Поэтому даже хорошо. Я продумал просто эту остановку заранее. Вот. И, соответственно, разборка с нефтью. Потому что там достаточно много всего нужно будет делать. И это все-таки больше даже не трудозатратно, а бабка затратна. Бабка затратна. Ну, вы поняли. В общем, много надо потратить. Потому что провести сюда бензин для этой нефти. Вот уже нефть как бы закончилась. Держу вас в курсе. И мы ни хрена толком не производим. Слушайте, ну не знаю. У меня вот есть такое четкое ощущение, что я бы на месте разработчиков переработал бы историю с нефтью. С ее добычей. Именно потому что какие-то пропорции странные. То есть, даже вот на четыре вот этих вот штуки мы не обеспечиваем этот завод. Может быть, я, конечно, чего-то не понимаю. Мне скажут, что ты ничего не понимаешь. Здесь на самом деле все нормально. Но мне кажется, пропорции переработать стоит. Ну, потому что, блин, в данной ситуации, например, ни хрена толком не получается сделать в этом плане. Кроме как крутить еще какие-то макароны. Как я и говорил. Ну, мы будем это делать. Нет, я как бы не пытаюсь отмазаться. Мы в любом случае это сделаем. Тут как ни крути. Что у нас по топливу? Ну, топливо у нас, наверное, тонн так под две тысячи. Ну, так и есть на самом деле. Я так думаю, здесь еще что-то осталось. Странно, что битум не перекачивается. Да? Он очень медленно перекачивается. Наверное, чтобы это происходило быстрее, нужен насос. Но я здесь строить его не хочу. Я бы очень хотел бы в этой серии собрать урожай. Если вы не против. Нам осталось совсем чуть-чуть. И я думаю, что мы дождемся. Здесь строительная техника катается. Какие-то ресурсы привозятся. Но далеко не все, судя по всему. Здесь вот что-то сейчас есть. Но мы докупили вот этих грузоподъемных штукенций. И я надеюсь, что они нам как-то помогут. Охренительно помогаете, ребята. Держу в курсе. А чего вы возите вообще? А, погоди. Но ты только асфальт возишь и гравий. Ну, хотя, погоди. А этот что возит? То же самое. Все правильно, значит. Все нормально. Не надо делать голову в этом плане. Все хорошо. Видите, что у нас происходит здесь с электроэнергией? Которую мы типа продаем. То есть, ничего хорошего. Потому что здесь не хватает, как вы видите, больше половины людей. И это проблема. Сколько здесь людей сейчас? На остановке людей почти нет. То есть, тут надо расширять район. Вот в эту вот сторону. Да? Двигаться. И, соответственно, понимать, что нам нужно будет с вами, соответственно, сюда больше людей засылать. Но вот отсюда эти люди дойдут. И тогда давайте сделаем следующее. Главное не за деньги, пожалуйста. Не промажь. Мы немножечко расчертим всю вот эту историю. Здесь будут появляться дома. Я, наверное, опять же сделаю, как в прошлый раз. И не буду подтверждать строительство. Потому что стройка и так у нас большая. Какие-то квартальчики нужно расчерчивать в дальнейшем. Чтобы больше людей у нас работало. Но вот эти люди сейчас дотягиваются только вот до сюда. Отсюда мы, по-моему, никого не возим на электроэнергию. Давайте тогда так и поступать. Значит, у нас... Нет, дай-ка мне сетку. У нас здесь поедет дорога. Ну, примерно как-то вот так. Может быть, я борщу, кстати. Нет, она поедет в любом случае вот так. А от нее мы уже возьмем вот этот Т-образный перекресток. Вот здесь как-то не очень удобно. Может быть, здесь сначала продумать, что я построю из зданий. Тоже, наверное, правильная история. Давайте попробуем это сделать. Буду брать такие панельки в этом микрорайоне. Потому что иначе будет смотреться убого. Так, нам нужно с вами жилое здание. Нам нужно с вами... Нет, погодите-ка. Нам нужно не жилое здание. Нам нужен тротуар. Который я, конечно же, протяну сначала вот здесь. Примерно. Примерно, черт возьми, вот досюда. Наверное, даже, да. Здесь тоже нужно будет переделать. Давайте мы переделаем вот таким вот образом. Машинку вот эту вот. Мы сейчас, надеюсь, не потревожим. Она поедет по своим делам. Здесь мы проведем вот так. Ну, вот здесь, к сожалению, кривовато. Но бывает. Здесь мы проведем вот так. Здесь можно будет соединиться. Эти тротуары можно закладывать прямо здесь сейчас. Машины свободные у нас стоят. Пускай хоть делом займутся. Дальше пока что я особо везти не хочу. Потому что я сейчас подумаю насчет домов. А какие панельки-то я здесь ставил? Вот эти, да, получается? Варианты каковы еще? Вот такие. А, вот эти я, наверное, ставил все-таки. Есть вот такая маленькая панелька. Сколько вмещает она? Блин, до 97 ни о чем. Ни о чем. Давайте сделаем каким образом? Мы. У нас тут есть, в принципе, гимнастический зал. Но мне бы хотелось бы, наверное, сюда просто ради прикола, больше ради красоты, поставить вот такую вот штуку, если вы не против. Ну и, соответственно, ребятам разрешить на ней развлекаться. Давайте так и сделаем. Она у нас здесь будет. Я подсоединю ее к этим тротуарам. И мы ее, конечно же, построим. Здесь нам еще нужны тротуары. Я тротуары пока что не подтверждал. Поэтому мы это сделаем чуть попозже. Сейчас я их просто протяну, чтобы мы были в курсе. Да и вот здесь, наверное, мы что-то сделаем. Да, походу, не дотянемся. Хотя здесь достаточно близко. Можно не париться. В принципе, я думаю, что дотянемся. Здесь у нас по тротуару непонятно что. Здесь я уже не протяну. Потом подумаю. Давайте сделаем сейчас какие-то дома. Я просто хотел вот так вот сделать. Если честно, у меня было огромное желание. Ну да ладно. Все. Останавливаюсь. Тормози. Пожалуйста, выход сюда. Выход вот сюда. Все. Все будут счастливы. Значит, что касается домов. Это сейчас такая задача очень важная. Нам нужно, соответственно, какую-нибудь панельку воткнуть. Мы сейчас это все, опять же, строить не будем. Напоминаю. Но вот это сюда не очень влезает. Здесь больше подходит какая-то короткая панелька. Вот такая, например. Для того, чтобы все это смотрелось гармонично. И она в целом под стиль района подходит, наверное. Если можно так выразиться. Ну и, соответственно, здесь что-то подобного формата еще запилить. Да? Прямо, мне кажется, неплохо выйдет. Прямо нормально выйдет. Я, соответственно, этой панелькой себе ограничу, так сказать, конец этого микрорайона. Да? Да. Я думаю, что отличная идея. Соответственно, здесь у нас пока что как минимум прокладывается асфальт. Он будет у нас, получается, вот здесь, наверное. Нет, надо чуть-чуть еще отступить для того, чтобы тротуар провести. Но вот как-то так. Мне нравится. И теперь пора дорисовать просто тротуары. Ну, короче, смотрите. Здесь я просто для красоты больше делаю, да? По-хорошему, наверное, вот этот тротуар, он не очень нужен. Но я все-таки пытаюсь сделать, чтобы он смотрелся ровно. Ну и деревья еще хоть какие-то влезли. Но вот что-то ровно, к сожалению, не получается. Не знаю, в чем проблема. Наверное, надо начинать тянуть просто вот отсюда. И тогда у меня все получится. Ну, блин, мне надо как минимум сделать маленький шматок вот этот. А потом уже ехать сюда. Ну, вот так вот получилось. Ну и здесь та же самая история. Конечно же, мы кусочек удаляем. Соответственно, мы сюда подводим. Сюда тоже подведем попозже, наверное. Не хочу сейчас, а то мало ли начнут строить. Здесь тротуар подвелся. Здесь непонятно, что с тротуаром делать. Насколько он нужен. Ну, наверное, я хотел бы его пустить каким-то таким образом. По классике. Соответственно, куда-то вот сюда его завернуть. В общем, давайте я сейчас быстро это нарисую. Так, хренас 2 ты тут дорисуешь. Короче, я понял. Тут я вот запариваюсь, сижу. А он не хочет дорисовываться. А я хочу, чтобы было, черт возьми, ровно. Давай, пожалуйста, это сделаем. И уже с этого места сдвинемся каким-то образом. Спасибо тебе огромное. Ну, вот здесь зато криво теперь. То есть, ну, как-то так. Не знаю, куда его здесь везти. Опять же, вопрос хороший. Но мы можем тупо, знаете, что сделать? Повезти его вот сюда. И вот сюда приделать вот так вот. Но, опять же, какой-то изгиб. Я его сейчас исправлю. В дальнейшем посадим деревья. В принципе, деревья можно было сажать заранее. Для того, чтобы, когда дома построились, уже были деревья. И как-то все это выглядело поинтереснее. Но, тем не менее. Тем не менее, что есть, то есть. Короче, вот эту вот дорогу мы докладываем с вами. Микрорайончик дочертили. И мне это определенно нравится. Мы вроде как с вами подбираемся потихонечку там к 3 миллионам. Так или иначе. Но помните, что мы еще тратим эти бабки на закупку всяких разных ресурсов в магазине. Вот здесь что-то достраиваем. Надо главную дорогу делать до конца. И желательно вообще делать вон туда. Но вот это пока непонятно. Как здесь только за бабки делать, чтобы не проводить еще один мост с гравийной дорогой. Будет максимально неудобно. Иначе люди перестанут просто кататься. А без электричества встанет поезд. И вообще все, что у нас тут есть, все остановится. Это будет неприятно. Но в целом мы сегодня много чего сделали. Я на самом деле доволен этой серией. Больше доволен даже, чем прошлой. Потому что там я пытался разобраться с полями. И я хотел посмотреть на сбор урожая, если честно. И может быть мы, кстати, его даже дождемся. Блин, ну это была топовая подсказка. Вот с вот этим бензином. Вот она стоит и, короче, выливает потихонечку, когда кто-то заправляется. Вообще офигенная тема. И все это работает. Слушайте, тут была пробочка, как вы видели. Но вроде они эту пробочку разрулили на самом деле. И вот сейчас, соответственно, начинают что-то здесь делать. Но людей подвозят, надо еще какие-то автобусы. Опять же, нужно людей забирать из других мест. То есть добавлять остановки. Надо, короче, вот в этом направлении двигаться. Вот если честно, мне хочется что-то здесь сделать. Я пока не разбирался с набережными. Но я вам скажу, тут есть определенный косяк. Может быть, если вы посмотрите и мне что-то по этому поводу скажете. Я имею в виду, что почему-то она проваливается под землю. Может быть, никто просто не пользовался. Я вроде почитал в описании. Но там сказано, выберите нужную высоту, поставьте. Но видите, как высота выбирается? А кнопками Q и E, например, нихрена не работает. Да? Вот только крутится. Не знаю, потыкал разные кнопки, ничего не получилось. Каким образом ее приподнять? Я не знаю. Но вообще тема прикольная. То есть сделать, прикиньте, здесь люди могут ходить. Сделать здесь какую-то, например, высотку. На вот этом мысу. На вот этом полуострове. Сделать здесь около высотки какую-то набережную. Какие-то крутые тротуарчики. И смотрелось бы просто топово. Я что-то не понял, дружище. А ты что, не поместился, что ли, бедняга? О, поехали комбайны. У нас с вами комбайны за доллары. А где грузовики? Раз, два, три, четыре. Да, у нас правильно я помню? Ну-ка, подожди. А сколько у меня такой техники? Я сейчас посмотрю. Ну да, четыре этих, четыре этих. То есть сейчас за ними грузовики должны поехать. И всю эту историю собирать. То есть первое пошло. И здесь надо будет еще проверить, насколько у нас все-таки сюда поехала вот эта вся история. По соединениям я не уверен был. Помните, что это все сработает? Надеюсь, что сработает. И надеюсь, что нам не придется здесь строить так или иначе погрузчики. Да? Если бы этого не пришлось сделать, было бы просто замечательно. Но у меня есть определенные подозрения. Все, пошло собираться. Четыре тонны урожая он, кстати, перевозит. А нахрен я его купил такой убогий, а? Не подскажете мне? За доллары, кстати, его больше нельзя теперь купить. Ну-ка, а вот этот, например, Болеслав. Пять и шесть. Десять тонн. Блин, нахрен я купил вот эту вот колымагу за доллары, если я мог купить Болеслава, например, да? И все-таки это смотрелось бы поинтересней. Но что сделано, то сделано, да? Десять тонн уже здесь лежит. Ну, нормальная тема. Слушайте, первый урожай собирается. Это меня радует. Это меня радует. Вообще меня радует эта серия. Вот прямо я доволен. Я доволен, что я сделал. Конечно, там кривые косые дороги. Я имею в виду железные, там какие-то кривые соединения, какие-то трубы. Но в целом это все равно работает. У нас новая стройка, у нас расчерчен город. Какие-то бабки хоть пошли на счет. Какие-то поля собираются. В общем, все отлично. На этом можно завершать. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.